Правда, кажется, будет гроза. Но пока солнце и тепло. Ну, вчера тоже было такое, и было солнышко, потом такое зарядило, и такое витрило начался. Тут вообще не сносило. А, кстати, пока народ сходится, я хочу вам показать две книжки, которые имеют отношение к Гамлету. Ну, одна, прошу прощения за нескромность, это вот моя, собственно, называется «Для кого не писан Гамлет?» Толстый. Да, 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 да. Это ребятам покажите, ну, в смысле, вы собираетесь. Покажите еще раз, потому что грандиозная книжка, замечательная совершенно. Спасибо. Да, спасибо. Видите, на комплимент напросился. Да, что делать? А вторая книга, может быть, вы ее и не знаете, вот я хочу вам ее показать. Она вышла недавно очень маленьким тиражом в Петербурге. Называется она «Гамлет в эпоху режиссерского театра». Нет, вообще даже не знаю про такую книжку. Да, она... А что там это? Это сборник, где разные авторы, включая и меня тоже, но не в этом дело. Тут есть очень интересные работы. Петербург – это вообще народ серьезный, в отличие от нас, легкомысленных. Это правда. А это кто делал? А это кто делал? Какое издательство? Это Питерская Академия делала. А, это Лгитмик. Ну, в смысле, Лгитмик, да? Да, да, да. Это Коля Песачинский, да? А, нет, нет, вру. Это даже не Академия, это делал Институт Истории Искусства Ленинград. В Питерской. Значит, здесь вот о Гамлете Райнхарта, о Гамлете Крэга, о Гамлете Михаила Чехова, кстати говоря, такого, по-моему, Саша его зовут, Кириллов. А, это Андрей, Андрей Кириллов, Андрей, Андрей Кириллов. Да, да, это мы говорим. Да, потом о Смоктуновском, кстати, Леона Гарфункель, это очень серьезный автор. Да, да, да. Потом о Стопарде, потом авторской режиссуры или описание образа Гамлета за маской безумия, драматургии дневника Гамлета Сехэй Уока, это что-то японское. Потом статья о Гамлете Клима, потом Гамлеты, опять моя статья, потом Гамлет Сторуа, Гамлет на современной петербургской сцене. Это Юра Бутус, наверное, да? Это все разные авторы, да, какая-то Сарафанова, я не знаю. И еще такая статья, которую, это статья о спектакле «Мастерской Гриши Козлова», в котором статья называется или спектакль под названием «Однажды в Альсинории». И дальше «Быть ли Гамлету в балете» и «Гамлет Петрушка». Это, кстати, забавная статья о Гамлете в кукольном театре. Вот, значит, стала быть, вот такая вот книжечка, она наверняка в ГИТИСе, когда ГИТИС будет доступен. Да, 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 когда она снесла. Это просто я в качестве некоторого такого библиографического введения. Введения в тему, да. Значит, на что я хочу сделать, если вы не возражаетесь, сперва я вам чего-то расскажу. о каких-то, ну, Гамлетах, преимущественно русских и преимущественно 20 века. И начало 21-го, если хватит времени, а потом мы поговорим просто, да, и я попробую ответить на ваши вопросы, если смогу, естественно. Поскольку я вообще считаю, я вообще считаю, что разговоры театроведов с актерами, они не то чтобы не нужны, они, наверное, нужны, как правило. Но, во всяком случае, надо понять, что, и я просто много раз убеждался, что когда актер и режиссер, разумеется, когда они прочно укоренены в пьесе, когда они сидят в этом тексте уже там месяцами или неделями, то они понимают пьесу, чувствуют ее гораздо лучше, чем любой театровед или тем более филолог. Ну, все-таки иногда искры от такого рода встречи, ну, получают, вспыхивают, хотя редко. Алексей Владимирович, можно я отвечу на вашу реплику сразу, поскольку, ну, вот сейчас ребят подтягиваются, сейчас мы начнем уже. Я отвечу на вашу реплику, поскольку, ну, я уже обращаюсь ко всем тем, кто собирается. Здравствуйте, добрый день. Мы вас приветствуем у нас на нашей площадке Чехов Центра. И сегодня здесь у нас в гостях Алексей Вадимович Барташевич. Я просто хочу сказать, вот, ответить на эту реплику, что кто-то понимает больше или не больше по поводу материала. Вот я, поскольку сам учился у Алексея Вадимовича, и когда я был студентом ГИТИСа, то Алексей Вадимович, ну, лекции Алексея Вадимовича никогда не были лекциями. Мы приходили просто встречаться с Алексеем Вадимовичем. Он что-то нам такое рассказывал, а это было похоже на такой разговор про жизнь, скорее. Хотя, да, хотя все время как-то там всплывал Шекспир, как ни странно, почему-то. Хотя разговаривали о каких-то там таких предметах, и эти лекции никогда не были, ну, какими-то лекциями. Так же, как и частные разговоры с Алексеем Вадимовичем никогда не становятся просто частными разговорами. Мы, помните, с вами летели, когда последний раз в самолете, два часа было свободного времени, начали разговор, а потом начали смотреть венецианского купца на ноутбуке Барташевича, и начали говорить о венецианском купце. И так, и так два часа пролетели незаметно за такой беседкой. Вот. А значит, мы сейчас начнем говорить о Гамлете. Я хочу сказать, что когда-то там много-много лет назад в Юрмале мы проводили такую летнюю школу Михаила Чехова. Она была вокруг, вот как раз темы Михаила Чехова в Гамлете. Помните, там Пер Бра в бассейне с факелами и с масками делал такое супер-шоу. Там это было очень интересно на самом деле. И Алексей Вадимович там читал такой курс лекций по, значит, Гамлету как раз, потому что мы занимались темой Гамлета, Чехов, Гамлет и так далее. Я начну с такого маленького курьезного случая, анекдота. Меня подозвали на... Это было в Доме творчества композиторов в Юрмале, в Мелуже. Сейчас, к сожалению, говорят, его сломали. Уже нет этого замечательного дома, в котором мы провели тогда прекрасные три недели. Вот. И меня подозвали на, значит, на ресепшн. И, значит, мне говорят, там с вами хочет поговорить какой-то рижский драматург. Я беру трубку, он говорит, здрасте, вы же по Михаилу Чехову, да? Я говорю, по Михаилу Чехову. А я пишу пьесы. Я говорю, очень приятно. Меня зовут так-то так. Я говорю, очень приятно. Он говорит, у меня к вам просьба. Я говорю, да, пожалуйста. Ведь Михаил Чехов, гениальный артист. Я говорю, по-моему, да. Он говорит, а не могли бы вы передать ему мою пьесу? Я написал пьесу, мне кажется, он бы очень хорошо мог ее сыграть. И я, значит, захохотал, сказал, что вот извините, там... И спускается Барташевич в этот момент. Он видит меня смеющийся и говорит, что случилось? Я говорю, просит передать пьесу Михаилу Чехову. На что Алексей Вадимович без паузы говорит, надо было сказать, они с Шекспиром нам рекупаться пошли. Так что... Взять же с тобой Штайнера, что делает вариант передачи вполне реальным. Абсолютно. Все. Значит, центр Михаила Чехова. Алексей Вадимович Барташевич, мой любимый учитель. Замечательный, замечательный, замечательный. И Гамлет сегодня, и все, я отдаю слово Алексею Вадимовичу. Выключаю микрофон и больше его не включаю, пока вы не разрешите. Спасибо большое. Значит, я вот думаю, с чего начать. Ну, про Михаила Чехова, Гамлета вы знаете, наверное, побольше моего. И все-таки я вот про один момент хочу сказать. И даже не про самого Чехова, а про Мерхольда. Значит, как вы знаете, Гамлетом открывался второй МХАТ, который до того назывался первой студией. И вот как раз, значит, на премьеру Гамлета, значит, пришла вся Москва и был Север Тиммельч Мерхольд. И когда он увидел этого Гамлета, в котором, как вы знаете, особое место, главное определяющее место занимали отношения Гамлета и призрака. И была одна совершенно гениальная мизансцена, когда Гамлет, такой хрупкий маленький человек с бледным лицом, значит, выходил на сцену. А призрак, дух отца Гамлета, с которым он вел, значит, антропосовские беседы, он изображался мощным вертикальным потоком света. И вот Гамлет входил в этот поток, подставлял себя вот этому душу, этому потоку вертикального света и впитывал его и в свою душу, и в свое тело. Поскольку вот с этого момента он, в общем, этот маленький, тщедушный, слабый, болезненный человек, тем не менее, брал на себя вот ту миссию, которую принес ему, которую внушил ему призрак. Так, и у Пал Санчемаркова, нашего великого театрального критика, есть замечательная формулировка по поводу Михаила Чехова, Гамлета, что он крепко держит... Что в своей бледной руке он крепко держит меч. Вот рука бледная, но меч держит крепко. И так далее, и так далее. Так вот, когда на другое утро после премьеры Мерхольд пришел на репетицию, на репетицию учителя Бубуса, он вместо того, чтобы заниматься пьесой Файко, он, значит, весь пылая от возмущения, значит, стал размышлять о Чеховском Гамлете, о Гамлете во Втором Мхате, который вызвал у него не просто неприятие, а что-то вроде ненависти. Что и очень понятно, потому что то смысл, чего нес в себе Чеховский Гамлет и тот момент, который тогда, в 1924 году, переживал в своей режиссерской судьбе Мерхольд, они были абсолютно контрастно, совершенно несовместимы. Мерхольд в 20-х годах и Чехов в 1924 году, да и вообще Михаил Чехов. Они очень трудно могли бы между собой уезжать, и совсем не случайно, когда они встретились в 1928 году в Берлине, где уже Чехов черпенсировал Райнкарта, а вот Амерхольд просто приехал по каким-то делам или на отдых, я и не знаю. И, значит, Чехов стал его убеждать остаться за границей, что для Мерхольда 1928 года было абсолютно невозможно, немыслимо, и даже мысли он такой не допускал. Так вот, интересно, что больше всего возмутило Мерхольда в чеховском Гамлете? Ну, понятно, миропонимание, философия, значит, явное неприятие. Я это поколение, то сословие, которым принадлежал Чехов, то есть русскую интеллектуру, или, по крайней мере, большую часть, которая не могла принять... ...насилие, мир крови, который с собой эта новая эпоха принесла. И поэтому, конечно, эмиграция Михаила Чехова была абсолютно неизбежна, согласитесь с этим. Большой часть России, хотя уже не очень, а представьте Михаила Чехова в 1935 году, уж не говоря, в Советском Союзе было бы совершенно... ...понятно, да и понятно, чем это, скорее всего, бы... Так вот, интересно, что говорил он по этому поводу... ...взаимоотношения Мерхольда и Гамлета, это увлекательнейшая история, увлекательна, хотя Мерхольд Гамлета так и не поставил. ...дождал у Мерхольда всю жизнь, начиная еще с Пензы, когда он там увидел на гастроле... ...был очень интеллигентный человек и даже чуть-чуть шекспировед, там что-то писал о Шекспире и так далее. Актер был... ...который довольно много разъезжал в провинции, и вот он привез Гамлета своего в Пензу, где Мерхольд был еще гимнастичным... ...сообщение Мерхольда и Гамлета началось, и в каждой... ...мерхольд такого-то года совершенно не похож на Мерхольда, там через три года после этого... ...миропонимания Мерхольдовского театрального мировоззрения... ...обнаруживает его гениальность, потому что была такой скачкообразной, как у Станиславского, кстати говоря. Вот биография Немировича, она исполнена изумительной логики. Один период четко вытекает из другого. У Станислава, чтобы найти внутреннюю закономерность, логику эволюции Станиславского, очень долго ломать голову, поскольку... ...вчера так-то и так-то. Значит, я вчера был безумен, забудьте. Вот и примерно то же самое было у Мерхольда, хотя, повторяю, если очень-очень спуститься на какую-то глубину его взглядов на мир и на театр, то, может быть, и можно найти, нащупать какое-то общее движение, общую логику. Так вот, через Гамлета и через отношение к Гамлету эта эволюция Мерхольдовская, она выступает с довольно большой ясностью, поскольку история Мерхольда и Гамлетов, ну, это история совершенно разных взглядов на пьесу, совершенно разных интерпретаций. Скажем, в студии на Бородинской он со своими учениками устраивал какую-то такую пантомиму в духе старинного театра, в духе старинной французской пантомимы, в духе Камиль де л'Арта, и вот для него мотивы Гамлета были поводом и почвой вот для такого рода эксперимента. Потом, сразу после революции, году в 18-м, он тоже решил ставить Гамлета, при этом по поводу вот этого замысла 18-го года особенной ясности нет, поскольку это тоже не было существовано и даже не дошло ни до какого периода, ни до какого начала. Значит, кажется, прозаический текст Гамлета, перевод, ну, не перевод, а версия на самом деле, радикально современная была заказана Маяковскому, а кому была заказана стихотворная часть, это вот вопрос. Кто-то тогда же заявил, что Марина Цветаева, что было бы логично, но сама Цветаева это наотрез отрицала, а первые опыты эскизов были уже набросаны совсем мальчиком тогда, кстати, близком к Мерхольдовскому дому, а именно Владимир Владимирович Дмитриев, который был никакой не Владимир Владимирович, а Володя. И сохранились эти наброски очень странные, очень интересные, какой-то из сверкающего металла круг, кажется, покрытым, должен был быть покрытым таким тонким слоем меди, и из этого круга или за его пределами расходятся металлические лучи. Вот он так видел, что вполне понятно для того периода эволюции Мерхольда, когда он делал там Зори, Верхорна и прочее. Так вот, значит, он не только бронился по поводу вот Михаила Чехова и его Гамлета, и он, значит, он сделал такое заявление, что Михаил Чехов не прочитал одного документа, не прочитавший которого, нельзя вообще даже и думать о том, чтобы подходить к Гамлету. И это летопись саксонограмматика XI века. Это первое-первыхое появление легенды, пока еще такой древнескандинавской легенды о принце Амлете. Это такая богатырская история, в которой Гамлет убивает Клавдия, значит, не каким-нибудь там выпадом шпаги, а он просто кулачищем бьет Клавдию по физиономии, и у него голова падает с плеч. Вот, а с эльсинорскими своими врагами, никакого там, естественно, эльсинорта еще нет, нет, он поступает в финале так, он вот все это перующее, и весь этот перующий и порочный двор Фенгана, Фенган имя Клавдия, значит, он опутывает огромные металлические сети и поджигает, и вот пожаром, пожаром горящих придворных, значит, и рядом лежащих без головы Фенган имя Клавдия, это вот начинал эта история. И вот Мерхольд говорит, как можно было это не прочитать? В этом же весь Гамлет. Гамлет – это совсем не худосочный интеллигент с бледным лицом и печальными глазами, это совсем не интеллигентик-меланхолик. Гамлет – это здоровый, веселый человек. Гамлет – это шут, в сущности говоря. Гамлет, который занимается тем, что обмазывает себя дегтем, а потом идет на птичий двор, вываливается в куриных и петушином пухе и прыгает по кровати своей матери, прыгает и кричит петухом. Вот это вот Гамлет. А совсем не какой-нибудь антропософ, мистик и такой печальник за человечество. Гамлет – это веселый. И это очень Мерхольдовский Гамлет 24-го года. И тут же он говорит, вот если я бы ставил Гамлет, то у меня играли бы Гамлет и два актера одновременно, которые друг друг бы сменяли. И вот, значит, один начинает боять или не быть, а другой ему говорит, стоп, стоп, ты уже довольно играл, вот на, на тебе пельсин, сядь, поешь пельсин, а я за тебя. Вот такого рода образы мелькали в голове у Мерхольда в середине 20-х годов, что очень, что очень характерно. И когда в 32-м году, да, и, и когда Мерхольд тогда же в 26-м, там, в 27-м, уж не помню, в году, когда он ставил список благодеяний Олеши, он просил Олешу дописать туда несколько сцен с мотивами Гамлета, потому что главная героя этой пьесы, которую, естественно, играл Зинейдер Райх, значит, она, она играла, вот она репетировала и играла Гамлета, и, значит, импрессарио, западный импрессарио, которому она приходила показываться в роли Гамлета, ну, как Сара Бернард и прочие-прочие дамы, которые много раз, много дам Гамлета, роль Гамлета играли. Самая не одна Лаура Пичхе Лаури, значит, у Бутусова. Так вот, так вот, импрессарио, да, она показывала сцену с флейтой, этому импрессарио, а тот сказал, вы знаете, у меня, у меня возникла замечательная идея, вставьте-ка эту флейту в задний проход и вот так вот и играете, это будет сенсация. Он не издевался в самом деле, хотя вот в шумном успехе таким образом. Вот это он говорит. Короче говоря, короче говоря, когда в 32-м году Николай Павлович Акимов поставил своего знаменитого Гамлета в театре Лахтангова, Гамлетов, в котором главную роль играл Анатолий Гурюнов, маленький толстый комик, который играл никакого не бледного интеллигента, а играл такого толстого, веселого человека, для которого, в сущности говоря, была всего лишь одна цель, которую он добивался, это датская корона, чего он никак и не скрывал. И там была сцена, когда он «Быть или не быть» читал, в руках у него была корона, и он показывал публике вот эту корону, вот, быть ему королем или не быть. При этом на столе стояла большая пивная кружка, которую он, читая «Быть или не быть», одновременно, значит, пивал пиво. Это был 1932 год. И это было совсем уже другое время. Время переломилось. На рубеже 20-х и 30-х годов в истории советской культуры произошел вполне радикальный поворот. Дело было даже не только в том, что это был 1929 год, год Великого перелома, и за пределами этого года, в 30-е годы, начались первые шаги создания Сталинской империи. Империи со своей системой ценностей, и одна из главных ценностей вот этого строящегося нового авторитарно-тоталитарного мира была классическая традиция. Классическая традиция, которую 20-е годы иронически отвергали, а и знать ее не хотели, и над ней всячески потешались. А в 30-е годы, прямо начиная с начала 30-х годов, время повернулось. Все, что интересно, оно повернулось не только в России, не только в Советском Союзе, и видеть за этим поворотом только движение к сталинскому ампиру верно, но неполно, потому что это движение, возвращение к традиции, поиски опоры в прошлом, вот это движение было свойственно всей европейской культуре того времени. И как это всегда происходит? Просто в России эта общемировая тенденция, общемировая идея получила до ужаса и гротеска крайние выражения. Это уж такая у нас судьба. А мы эту судьбу разделяем со всем миром, только доводим ту логику, которую миром управляет до морей и крови, или до бездны, там всякой нелепости. Ну вот, так вот. И Акимов имел несчастье опоздать с этим, с этим ироническим, очень ярким, очень занятным спектаклем. И спектакль был абсолютно растоптан критикой и начальством, и довольно скоро его сняли, поскольку спектакль 1932 года был поставлен на языке 20-х годов. Вот если бы Акимов сделал это году в 1927-1928, а еще лучше в 1926-1927. Совсем по-другому бы его спектакль был бы, уверяю, воспринят. Вот. И потом наступила долгая в Москве без гамлетия, долгая тишина. Гамлет исчез с московской сцены, что совершенно не характерно для русского театрального, и только театрального восприятия этой пьесы, как того зеркала, в которое смотрится русская культура, и каждый раз на каждом повороте своей истории узнает себя, видит себя. И вообще, в самом деле, если вы хотите понять логику эволюции русской истории, русской культуры, русской мысли, посмотрите на то, как в каждый момент нашей истории и 19-го, и 20-го, и теперь уже 21-го века, как в каждый момент воспринимали Гамлета. Как, в какую сторону шло движение интерпретации этой пьесы, как видели Гамлета русские актеры, русский режиссер, русский композитор, русские писатели, русские критики, русские живописцы и так далее. Да и тогда вы сможете прикоснуться к какому-то самому существенному уровню русско-исторической судьбы. И вот, повторяю, и в 30-е годы от Гамлета в Москве, по крайней мере, хотя, на самом деле, не только в Москве, ну, в Питере был довольно известный такой, может быть, академически скучноватый спектакль Сергея Радлова, но этот Гамлет не стал каким-то большим очень событием, а в Москве Гамлета не было вообще. В 24-м году сыграл Михаил Чаков, до 54-го года ни одного Гамлета на русской сцене. За этим, да, важно понять, что вот за этим стояло, за этим молчанием, за этим the rest of silence. Важно понять, это, как сказать, традиционное русское видение Гамлета, а Гамлет для России, сами знаете, для русского взгляда на мир, это начиная со времен Мачалова-Белинского, это предмет настоящего обожествления. Гамлет – это воплощение всего самого прекрасного, что есть в человеке, включая даже и гамлетовские сомнения и прочие проблемы. Прошу прощения. Катенька, через два часа перезвоните, ладно, у меня идет лекция. Ага, есть, привет. Прошу прощения. Значит, ведь представить себе, что даже у англичан или немцев, не говоря уже там о французах, представить себе, что Гамлет будет традиционно уподоблен «Он не поставлен рядом с Христом». А это старая русская идея. Станиславский, когда репетировал в отсутствие Крэга с актерами Гамлета, вот того Гамлета, который пять лет, нет, все-таки с девятого, все-таки три года репетировался в художественном театре. И в те моменты, когда Крэг уезжал, Станиславский, там отчасти Саверджетский, но Гамлета Станиславский работал с актерами. И вот он актерам и сказал, очень русская идея по поводу того, что Гамлет послан, как Христос, в мир, чтобы спасти и очистить его. Гамлет лучше из людей. При этом, лучше из людей с одной стороны, с другой стороны, старый русский мотив «Гамлет – это Россия», «Гамлет – это я», «Гамлет – это мы все». Это цитата из Белинского, из этой самой знаменитой статьи о Мачала в роли Гамлета, где сказано «Гамлет – это вы, это я, это каждый из нас». А потом у Блока будет сказано «я, Гамлет – холодеет кровь» и так далее. Вот это «я, Гамлет» – это старая-старая традиционная, на самом деле до сих пор еще сохранившаяся, проходящая через все эпохи русской истории и все ее мельчайшие повороты. И с помощью Пастернака, когда в стихотворении, в приложении к доктору Жилану, Гамлет говорит слова Христа в Гефсиманском саду, «Если только можно, аула, отче, чашу эту мимо пронеси». Вот, при том, что он знает, и в этом все дело, Христос знает, что чаша эта пронеси, чаша эта его не минует, что в сущности он и послан в этот мир, чтобы эту чашу испить. Он знает об этом, потому что знает, что он Сын Божий, а он знает распятие, но он знает и о воскресении. И вот в этом все дело, поэтому Христос – герой мистерии, а Гамлет – герой трагедии. Потому что Гамлет, может быть, знает о распятии, которое его ждет, то есть о смертной муке, о гибели, и идет ей навстречу. Но для него на вопрос с rest и silence, остальное молчание, этот вопрос для него тот вопрос, на которого он не знает и не может знать ответ. Поэтому он герой трагедии. Поэтому он должен принимать решение, не зная, какие сны приснятся в смертном сне. Что за вопрос, какие сны приснятся в смертном сне? Это в сущности вопрос о том, что человека ждет за пределами жизни. То есть совсем уже, грубо говоря, это вопрос о том, есть ли бессмертие души, и есть ли в мире, даже в Дании и тюрьме, есть ли печать какого-то высшего замысла. Потому что если печать есть, и если за пределами жизни, бессмертие, и если наша жизнь это дает исполнение высшего замысла, тогда имеет смысл сопротивление, борьба, восстание. А если там пусто? И вот этот вопрос, какие сны приснятся в смертном сне, этот вопрос преследует Гамлета до последнего момента. И поэтому последние слова его, the rest of silence, дальнейшее молчание. Молчание, замечу сразу, если я об этом заговорил, честно говоря, я об этом совершенно не собирался говорить. Значит, надо понять, однако, вот что. Что молчание еще не означает безвестность, а безвестность не означает того, что там за пределами бытия пусто. земной жизни молчание. Молчание – это не то же самое, что пустота. И, может быть, молчание содержит в себе не только ощущение предчувствия, предчувствия пустоты и обезбоженности, но, может быть, поскольку мы не можем, мы не смеем судить, мы не смеем и не способны судить, то, может быть, за пределами мира, за пределами этой жизни, ну, есть какая-то другая, более высокая жизнь. Вот это то, о чем делал испытатель Тарковский. О чем, может быть, я сегодня кое-что там, кое-что успею рассказать. Теперь я возвращаюсь к 30-м годам. Ну, вполне понятно, что Гамлет был совсем не в духе, ну, такого бодрого, это основательно, нас утром встречает прохладой, либо нас утром встречает прохладой, нас ветром встречает самая Нева, река, кудрявая, что ж ты не рада, веселому пение гудка. Это одна, это один род миропонимания, другой это быть или не быть, одно из двух, и прочее, прочее, прочее. Хотя как раз Шестаковичем, который автор этой песни, и автор музыки Гамлета, кстати говоря, о чем, может быть, я тоже еще потом во слово скажу, тогда же написан. Вот, поскольку Шестакович, с одной стороны, это действительно, это гениальное воплощение вот такого героически позитивного духа 30-х годов, и, с другой стороны, это воплощение, это художник способен ощутить бездны, страшные бездны, которые вот за этой героической бодростью и уверенностью в будущем стоят. Но это другая история. Нет, скажем, не вполне, а другая. Я потом еще об этом, тоже еще два слова скажу. Так вот, была еще одна причина, почему эта пьеса не шла в Москве. Причина, которую я скажу чуть-чуть позже, а сейчас я хочу вернуться к Мерхольду. А Мерхольд откладывал начало осуществления этой идеи, хотя у него из головы Гамлет никуда не изъявался, но только это был уже совсем другой Гамлет в тридцатые-то годы. Мерхольд был из тех режиссеров, которые любили и умели рассказывать свои будущие спектакли. Вот есть режиссеры, которые терпеть это не могут, которые считают, что говорить о том, что, как он собирается делать то-то и то-то, это все погубит, и все сглазит, и испортит, и так далее. Есть режиссер, например, Эфрос, который обожал рассказывать будущие спектакли, обожал, со мной ставил так, что его спектакли ничего общего или почти ничего общего с тем, что он до того рассказывал, не имели. А есть режиссеры, которые любят это. И вот Мерхольд очень любил это рассказывать, то на репетициях Бориса Гудунова, которую он готовил в 1937 году к Пушкинскому юбилею, и тоже это не было доведено до конца. Но стенограммы эти репетиции сохранились. Он рассказывал актерам, как он видит первую сцену. Потом он рассказывал Александру Гладкову, самому молодому другу и будущему автору известной вам пьесы давным-давно, по которой поставлены гусарские баллады. Да, Гладков ввел дневники, и он записывал разговоры с Мерхольдом. И вот как раз он записал рассказ Мерхольда о том, как он будет делать сцену первой встречи Гамлета с призраком. Значит, берег Северного холодного моря, светлые песчаные дюны, серебряное море, холодное море, и накатывают, докатывают холодные и серебряные волны одна за другой. И спиной к нам Мерхольд выстраивал мезоцену так, как будто строил кинокадр. Спиной к нам стоит Гамлет в черном плаще. И оттуда, из глубины моря, поскольку море мелкое, явная прибалтика, там Финляндия или какая-нибудь Юрмала, в которой, я не знаю, в Юрмале или, но все, в общем, в Латвии Мерхольд на берегу моря довольно часто отдыхал. Ну вот, стало быть, издалека с трудом вытягивая ноги из песка медленно навстречу нам, навстречу Гамлета, идет старик в серебряных латах. Холодно в его бороде застыли куски льда, и он медленно выходит на берег, Гамлет встречает его, Гамлет снимает себя черный плащ и укутывает отца, и сам оказывается в серебряных латах. Стало быть, сперва серебряный призрак, черный Гамлет, а теперь серебряный Гамлет и черный призрак. но особенно в этом моменте, как я понимаю, особенно для Мерховцев был важен самый жест, жест укрывания, жест, жест, жест желания согреть, укрыть, спасти, защитить отца. Вот вот так он видел эту сцену и так он ее не рассказывал. И в середине 30-х годов Мерховцев уже наконец кажется добрался до того, что самое время начинать ставить Гамлета. Когда в 36-м году он поехал во Францию, это была его последняя поездка, его последний раз выпустили, он поехал в Ниццу и пошел к Пикассо и стал уговаривать Пикассо стать сценографом этого спектакля. Точно неизвестно, как Пикассо среагировал на эту идею. Сказал ли он, что он подумает, отказался ли, согласился ли, ничего об этом неизвестно, и французские историки театра тщетно пытались выяснить какие-то детали этого разговора, но сама идея у Мерхольда была сценограф Пикассо, композитор Шостакович, и с ним уже было договорено, тем более, что он написал для уже первый вариант музыки для Акимовского спектакля, который совершенно к духу Акимовского спектакля не подошел, а вот теперь Шостакович согласился обновить, отредактировать вот свою музыку и сделать ее, ну, скажем, трагической, поскольку это время, когда сама музыка Шостаковича сомнесла в себе какую-то мировую боль, какая-нибудь там Пятая симфония. Вот, значит, стало быть, Пикассо сценограф, композитор Шостакович, перевод, перевод, были старые переводы, был перевод Кроненберга, в котором чаще всего Гамлеты играли, и в этом переводе, кстати, чуть-чуть отредактированном играл и в художественном театре в 11-м году, и когда потом Василий Иванович Качалов показывал какие-то сцены в концертах, он брал старого доброго Кроненберга, правда, надо сказать, его редактировал так, кому нравилось, нужен новый перевод, и Мерхольд заказывает его Пастернаку, и вот тот перевод Пастернака, который Вам известен, я надеюсь, это работа выполнена по заказу Мерхольда, хотя не вполне, и вот это самое, может быть, любопытное дело в том, что Пастернак, слово любопытное тут не годится, Пастернак исполнил заказ, вообще говоря, он к своим переводам относился как к средству какого-то только оттягивающего силы и занимающего время заработка, но не к Гамлету, вот есть замечательное письмо Пастернак к его кузине, совершенно грандиозное ленинградское специалистки по античности Ольги Фрейденберг, значит, письмо, где он описывает, что такое для него этот перевод, и не перевод, а работа над ним, сам процесс, вот, стало быть, пастернаковский перевод, это работа, сделанная не просто по заказу Мерхольда, но для Мерхольда, имея в виду Мерхольда, правда, тот перевод Пастернака, который вам известен, это не вполне то, что сделал Пастернак в 1939 году, а тот вариант, который он сделал для Пастернака, этот первый вариант, он был опубликован тогда же в одном журнале, но потом Пастернак считал, что для публикации, настоящей публикации этого перевода, ему надо его литературить, сделать более гладким, менее шероховатым, менее угловатым, и он, с моей точки зрения, сильно испортил первой потрясающей красоты и какой-то мощной варварской силы, первый вариант, вот Мерхольдовский вариант. Пастернак его сделал, но уже было поздно, Мерхольд в 39-м году, в мае, была знаменитой в июне, да, в июне была знаменитая конференция режиссерская, председателем этой конференции, это тоже такая забавная деталь, на эту конференцию собрались в общем все крупные и некрупные режиссеры России, и Советского Союза, и Таирев, и Мерхольд, все-все-все-все там были, и Попов Алексей Дмитриевич, все-все-все-все. Председателем этой конференции был Андрей Янович Вышинский. Вот, ничего себе, да, хорошенький. И Вышинский сидел в президиуме, когда... Это был главный режиссер, это был главный режиссер Советского Союза. Именно, это был главный режиссер Московского. Ребят, вы знаете, кто такой Вышинский вообще? Они не знают, Алексей Вадимович, они не знают, кто такой Вышинский, они в самом деле думают, что это был режиссер. А, да, он был режиссером московских процессов, он был главный прокурор, он был главный обвинитель на московских процессах конца 30-х годов. Это совершеннейший изувер, это одно из главных чудовищ, чудовищ вот сталинской элиты. И вот ему было покручено вести режиссерскую конференцию. И, да, и вот такая деталь, Володь, вот, я не знаю, знали Вы такую деталь, я сам ее узнал недавно. Значит, когда Мерхольд появился на трибуне, а его пригласили к конференцию, хотя театр уже был год как закрыт, и Станиславский позвал его, спасая его, позвал его в свой оперный театр, и сделал его, сделал его главным режиссером оперного театра, и это на время отсрочило убийство. Пока Станиславский жив, как-то, в общем, там, вроде Мерхольда особенно не трогали, хотя Кайнову печать, значит, на нем уже, конечно, была, но когда его позвали на конференцию, дали ему доклад на конференцию, публика режиссерская решила, что все прошло, слава богу, обошлось. И очень ликовало по этому поводу, и когда Мерхольд вышел на сцену, ему строили овацию, овацию, в которой было еще облегчение по поводу того, что с Мерхольдом обошлось, ну, хоть не убьют. И Мерхольд признес свой доклад, надо сказать, не самый смелый, не самый выдающийся, но не в этом дело. И значит, а дело в том, что за несколько дней до этого уже было решено, что Мерхольд будет арестован. В кабинете Сталина это было решено, и Вышинский это знал. И вот представьте себе потрясающую психологическую мизансцену. Сидит Вышинский, видит, как овацию устроивают Мерхольду, видит, как Мерхольд произносит свой торжественный доклад, смотрит на него и думает, так недолго тебе осталось. Ну, жуткая история. Короче говоря, короче говоря, и значит, я сейчас вернусь немножко к 1936 году, вот к этому замыслу. Значит, я сказал, кто сценограф, я сказал, кто художник, кто композитор, я сказал, кто переводчик. Значит, остается вопрос, кто Гамлет. Насколько я знаю, у Мерхольда было два варианта того, кто будет Гамлет. По крайней мере, от двух я знаю. Первый это и есть Мерхольд. И это было бы совершенно замечательно, если бы это состоялось. Это и разный Гарин. Это была бы гениальная идея, тем более мы-то, вы-то знаете Гарина по фильму «Золушка», как такого, ну, как такого гротескного комического актера, но ведь у Гарина за плечами был Чацкий, сыгранный у того же Мерхольда и так далее. И это мог быть Гамлет замечательно, хотя я боюсь, что Мерхольд, если он поставил в конце концов, в своем театре, если в конце концов дело дошло до дела, то играл бы, наверное, все-таки Синаида Николаевна Райх. Хорошо это было или плохо, это другой вопрос. Короче говоря, и это отложилось, и уже в 1939 году, вот сразу после конференции вот кончил, отговорил Мерхольд до конференции своей, уехал в Ленинград, он там должен был возобновить маскарад, и он там собирался начинать делать гамлет в Александринке, и в Ленинграде его арестовали, и увезли в Москву, и так далее, и так далее, и пытки, и он сразу во всем признался, но потом нашел в себе силы отказаться от показаний, написал письмо, мол, ладно, все это нас не касается, то есть касается еще, как касается, но история Гамлета это имеет косвенное отношение, так вот, когда театр Мерхольда был закрыт, когда было ясно, что никакого Гамлета Мерхольд не будет делать, то вот и перевод то вот, то за этот перевод взялся Немирович Данченко, и начались репетиции в Махате и, к счастью, истинограммы этих репетиций, они изданы, и на наше счастье у Мерхольда, у Немировича была личная стенографистка, которая ходила за ним и все, что он им говорил публично записывал, его стенограммы Гамлета, из этого тоже ничего не получилось по там особой, ну, потом два слова скажу, почему, причине, но ну вот то, как Немирович видел Гамлета, это потрясающе интересно, и сейчас я об этом ничего говорить не буду, тем более, что это опубликовано, есть такая книжка неоконченной, Немирович Данченко и завершенные работы, и вот там есть эти полные тексты и стенограммы головокружительные и интересные. Гамлета у него играл Борис Николаевич Иванов, тогда в расцвете, красавец, на пике, на пике, славы популярности молодой, огромного роста, с таким совершенно неотразимым мужским обаянием, любимец публики и любимец начальства, кстати говоря, Немировичу казалось, что давать эту роль Хмелеву не надо, хотя Хмелев очень мечтал эту роль сыграть, Немирович не хотел, чтобы Гамлета был такой рационалистический, слишком головной, слишком мрачный, ему хотелось, чтобы Гамлет играл, чтобы Гамлет был сильный, полный энергии, полной радости жизни, человек, радости, которая, ну, которая противостояла миру, Клавди и так далее. и вот, да, и для Ливанова сыграть Гамлета была мечтой всей жизни, и для него, когда он так эту роль и не сыграл, для него это была самая настоящая актерская трагедия, до самой смерти он об этом думал и так далее. Так вот, я говорю, что Ливанова очень любил начальство, ну, популярный, красивый, элегантный, остроумный, вот, и его приглашали на всякие приемы, вот, позвали его на прием в Кремль, прием со Сталиным, а было известно, что Сталин, и это была одна из причин, почему в 30-е годы и 40-е Гамлет в Москве не шел, было известно, что эту пьесу терпеть не может великий вождь и учитель. И очень понятно, почему он ее не любил, поскольку он именно, именно за то, за что почитала Гамлет русской интеллигенции, которая видела в Гамлете ну, квинтэссенцию самой себя. и отношение к интеллигенции, к людям мысли и так далее, и так далее. Вот, значит, Иосиф Гестреонович переносил и на ни в чем перед ним не виноватого принца Датского. И вот Немировичу разрешили, ему все разрешалось, у него с Кремлем, со Сталином были особые отношения. Вот, ему дали ставить этого самого Гамлета, полузапрещенного. Естественно, никто не публиковал, что Гамлет ставить нельзя. Естественно, такого быть не могло, но всем было известно, что эту пьесу лучше не... Ромео и Джульетта сколько хотите, пожалуйста. Это наша советская пьеса про любовь, прочая, значит, и кончается она хорошо, там отцы, ну ладно, гибнут, хорошо, влюбленные, но зато мир дружбы, отцы прекращают вражду и торжествует дух, дух светлого ренессанса в этой самой, значит, в этой самой прекрасной Вероне. я грубо обрисовываю, но грубо, дай Богу, вполне справедливо то, как Алексей Митюшпопов поставил свой знаменитый 15-й революции с Бабановой и Остангевым. Значит, так вот, но не Гамлет и не Макбет, кстати, говорил. Не надо. Комедии, да сколько угодно, чем больше, тем лучше. Укращение строптивой, ради Бога, много шум из ничего, не о чем говорить. Вот. А Гамлета не надо. И в виде особого расположения начнем мировое что-то далее. И вот, но все равно спектакль был окружен даже в самом Мхате очень большим недоброжелательством. Отчасти и Захмелева, но не только. На пьесе лежала печать полунедозволенности. И вот Иванов подходит к Сталину на прием и говорит ему так, с такой актерской безответственностью, актеру все можно, там уже не чиновник какой-нибудь. Он подходит к Сталину и говорит товарищ Сталин, нет, по имени отчества кажется, никто не имел права называть, товарищ Сталин, вот, может быть, вы слышали, мы вам хоть сейчас репетируем трагедию Шекспира, Гамлет, что вы нам посоветуете, как нам понять, как нам толковать эту пьесу. Это был гениальный расчет и, казалось бы, безошибочный, потому что что бы больше не изрек, какую бы банальность он не сказал, эта штука посильнее, чем девушка и смерть или что-нибудь в этом роде, вот, все, это означало посмертную реабилитацию принца Датского, но Сталин сказал, после некоторой паузы, пососавшую трубку, он ответил, сказал бы, думаете, эта пьеса нужна советской публике. В сущности, это был конец, и хотя репетиции все шли, 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 потом война, потом смерть Немировича, который вернулся из эвакуации, продолжал репетиции, свернувшимся из эвакуации МХАТом. Потом он умер, Сахновский, которого Немирович спас с помощью Сталина, письма к Сталину из ссылки, где Сахновский просто умирал, значит, из ссылки в Казахстан. Вот, Сахновский продолжал репетиции, там, ни шатка, ни велка, все, все тянулось, тянулось, что-то, особо ничего хорошего не выходило, а потом Сахновского, это был 45-й год, Сахновского вызвали к руководству художественного театра и сказали с Гамлетом все, точка. И Сахновский в этот же день умер. Вот я об этом не знал. Еще одна жертва этой самой идеи поставить Гамлета. Вот Сахновский, который, кстати, был первым ректором студии МХАТ и который был профессором, профессором министерской кафедры Гитиса и даже, кажется, какое-то время что-то не завкафедрой, что-то в этом роде. Он был завкафедрой режиссуры Гитиса Сахтовского. Вот вот, вот. Значит, вот такая печальная гамлетовская история. И Сталин умер в 53-м году, 5-го марта. И буквально тут же, осенью того же года, гамлеты начинают одновременно репетировать в разных театрах страны. Не только потому, что было нельзя, стало можно, хотя и поэтому, но и потому, что Россия, попавшая в первые веяния оттепели, оттепели, которая была не только прибуждением надежд, но и она несла с собой атмосферу, атмосферу того, что рухнул привычный мир. Ну, примерно та же атмосфера, которую мы сейчас сами с вами испытываем. Выживем ли мы, выживет ли страна, что будет после того, как этот кошмар кончится. В каком-то смысле, что-то в этом роде на первых этапах оттепели, переживало и Россия, и поэтому Гамлет рухнут. Жуткий, но привычный мир. Что дальше? И вот в этой атмосфере начинает появляться Гамлет за Гамлетом. В Ленинграде Козинцев, Григорий Михайлович Козинцев ставит Гамлета в Александринке, и роль Гамлета играет Бруно Фрейдли, их отец Алисы Бруно вам известна. А в Москве Хлопков ставит свой знаменитый спектакль, на премьере которого какой я старый я был в ноябре 50, извините, четвертого года. Ну, я был там средний величины школьник, вот, но тем не менее вот был на этой премьере, которая, как помню, совершенно поразила тогда меня на смену. Я не слишком долго болтаю. Алексей Вадимович, я только мечтаю только об одном, чтобы вы заболтались. Я мечтаю, чтобы вы заболтались. хорошо. Кстати, сколько у нас времени-то, я даже не спросил. у вас, по-моему, в 7 часов там лекция какая-то. У меня... Нет, нет, это точно короче. У меня в 5 часов. Короче говоря, ладно, нет, не пугайтесь, все-таки я не так бесчеловечен. Значит, короче говоря, я сейчас говорю, когда открывался занавес в театре Маяковского, он уже был, по-моему, театр Маяковского, или еще театр Драмы назывался, неважно, театр, во главе которого стояла хлопка, ученик Мерхольда, которого Мерхольд это ненавидел и считал вором и предатом, ну, и так далее. Не в этом дело. Факт тот, что Охлопков был избыточно талантлив, я бы сказал, но у него со вкусом был не очень, но чувство каких-то крупных театральных метафор, иногда иллюстративных и все-таки метафор, у него что было, то было. Он был мастером таких огромных театральных пространств, монументальных решений, и так далее. Иногда это было сильно безвкусно, но это всегда было именно сильно. Безвкусно, но сильно, вот я бы так сказал. Значит, и вот открылся заново с этим Гамлетом, и вы видели гигантские во все зеркало сцены, гигантские тяжелые, обитые металлом ворота, ворота Дании тюрьмы. Вот Охлопков сам в своих воспоминаниях, он пишет о том, как он понял смысл Гамлета. Он, значит, долго мучился над тем, в чем идея этой пьесы. И вот поехал зимой отдыхать в Рузу, под Москву. Его поселили в таком спецдомике, который был в Рузе для особо почетных посетителей. И вот, значит, и вдруг ночью он проснулся, его осенило. Он понял, в чем идея Гамлета. Дания тюрьма. Это ничего более банального приведусти. Но дело не в том, что Охлопков открыл велосипед. Художник имеет право на то, чтобы открывать велосипеды, открывать так, чтобы всем казалось, что он первый, кто этот велосипед открыл. Вот, в этом же самое главное. Чтоб все забыли, что до этого велосипеда были еще другие. В этом же. Так вот, но так вот, стало быть, Дания тюрьма, поэтому гигантские ворота, которые медленно распахивались и на сцену опускались решетки, которые грохотали. Ну, Дания тюрьма, так Дания тюрьма, и Гамлет, читая, быть или не быть, эти решетки тряс. Вот. Гамлета, кстати, играл, у Хлопкова была целая очередь претендентов на то, чтобы Гамлета сыграть, но он остановился на одном, несколько удивившем Москву. в его театре был, кстати, он Мерхольдовский был человек, и он играл Павку Корчагина в знаменитом запрещенном Мерхольдовском спектакле 30, по-моему, седьмого или шестого, уж не помню года. Вот Павка Корчагин, вот это вот дело этого актера. Это Евгений Самойлов. Евгений Самойлов, которого вы наверняка видели в старых фильмах, в ролях белозубых советских офицеров. Красивых, оптимистических, веселых, и вы навсегда запоминали вот эту потрясающую белозубую улыбку. Всем бы таких стоматологов, и, значит, это и «Шесть часов вечера после войны», это и «Света четырех», вот недавно по телевизору показывали, вот такой он бодрый, жизнерадостный, сугубо советский человек. И Хлопков дал играть Гамлету этому, этому бодрому романтическому, советским пониманием романтики, актеру. Больше того, Хлопков ему на голову надел парик со светлыми локонами до плеч. И вот это сугубо советское лицо и золотистые локоны до плеч не очень как-то одно с другим монтировалось. Но гораздо хуже дело обстояло с Офелией. Я был на премьере, повторяю, когда роль Офелии играла не кто-нибудь, а сильно постаревшая и очень сильно растолстевшая Мария Ивановна Бабанова. Она долго упиралась, долго не хотела роль в ее возрасте с ее фигурой играть. Но Охлопков настоял, и она скрипя сердце согласилась, хотя очень скоро отказалась и, слава Богу, больше не играла. Но я-то ее застал. Я помню, Охлопков имел безжалостность, девочки меня поймут, имел безжалостность на ее уже сильно растывшуюся фигуру надеть белое просторное платье, что делало ее просто каким-то маленьким белым шаром, который выкатывался на сцену, а на голове у нее был венок, а за ней-то шла целая вереница в белых платьях и к свиночкам на голове под рук, и у каждой в руках была маленькая арфа, ну, сейчас я об этом рассказываю, видно, что это какой-то верх китча, который тогда просто потряс Москву, ну, положим, находились скептики, но их было мало, я помню свой собственный восторг от того, что на смену суконному мхатовскому безнадежно безнадежно бытовому мелкобытовому театру вдруг приходит театр полной звучности, полной красок, театр праздник и прочее, и прочее. И тем не менее, и тем не менее, вот этот монументальный Гамлет, повторяю, он по-настоящему победил Москву, победил не только вот этой самой монументальной оперностью, кстати, Охлопков показался Брук, Брук как раз приехал в Москву со своим Гамлетом, о котором я говорить не буду, потому что это уже совсем другая история, значит, Брук приехал в Москву со своим Гамлетом, и Охлопков потащил его в Баку, где был на гастроликах его театра с Гамлетом, и чтобы Брук понял, как надо ставить эту пьесу. И когда Охлопков спросил у Брука, что он думает, в самом деле опытный театральный человек, он сказал, что, вы знаете, господин Охлопков, весь мой спектакль стоит меньше, чем одна половинка ворот в вашем Гамлете, Брук имел ввиду стоимость в валюте или в рублях, а Охлопков понял это на свое счастье иначе. Так вот, почему-то я какую-то кощунственную пародию на этот спектакль развел, повторяю, он нас потряс, и потряс нас вот почему, как это ни странно. как это ни странно, значит, Самойлов, который был уже совсем не молодой человек, ему было хорошо, за сорок, он играл Гамлета, юношу, он играл Гамлета, он играл Гамлета, который в первый раз, вот для Хлопкова это было важно, в первый раз переживает вот то, что переживает Гамлета. Это его, когда детская пелена спадает с его глаз, и он видит, что мир не так хорош, как ему казалось прежде. А это то самое, что переживала страна, и это то самое, о чем писал свои первые пьесы Виктор Сергеевич Розов. Вот это детский, слегка инфантильный, слегка инфантильный конфликт, дети, которые в первый раз видят, как скверен, как продажен, как мещанист, как компромиссен мир взрослых, и вот этот детский бунт, как это ни странно, как это ни странно, в этом спектакле эта тема была заключена, понимала так Хлопков или нет. И может быть, эта струна, струна задевала наши души. Это я в качестве автореабилитации. Значит, вот, и дальше пошло, 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 один Гамлет за другим, Гамлет Козенцева, фильм, как вы, наверное, знаете, противоречие этого фильма, который, впрочем, был принят у нас очень хорошо, а за границей просто с восторгом. Значит, противоречия этого фильма, они, они объяснялись противоречиями, непримиримым противоречиям между Сунгтановским и Козенцевым. Козенцев, как человек идеально благовоспитанный, он, ну, он как-то сдерживался, он только в дневнике слегка позволил себе пожаловаться на актера. А Сунгтановский особенно не стеснялся, он прямо публично заявил, что Козенцев может быть там хороший шекспировед, хороший литератор, но никакой не режиссер, и это было сказано о Козенцеве, одном из самых известных кинорежиссеров России, он не умеет работать с актером, он мне не сделал роль, и мне просто-напросто пришлось нанять режиссера, чтобы делать со мной роль, как он нравится слово нанять. А знаете, кого он нанял? Значит, он нанял одну замечательную женщину, которая была ассистенткой Тустоногова, и которая в последние годы жизни работала в ГИТИСе. Володь, вы понимаете, о ком я говорю? Он нанял ее, потому что он же с ней Мышкина делал, она же с ним Мышкина делала. Конечно, конечно, я вам больше скажу, лучше вы его гамлете, это и есть то, что он делал в Мышкине. Конечно. Но это ладно. Вот, значит, и да, в этом фильме слишком много такой показной роскоши, слишком много этого бушующего моря, и грандиозных скал, слишком много всего, я бы сказал. И это вполне в духе того времени, когда это ставилось. Все-таки Козинцев человек 30-х, 40-х, ну, 50-х годов. И шаг, который привел бы его в эпоху, ну, скажем, 60-ти десятников, в эпоху Эфроса, любимого современника и так далее, он шаг сделать, в общем, ну, и обвинять его в этом было бы странно. Он шаг этот не смог сделать и, может быть, не захотел, в другую сторону. Вот, так вот, так вот, несмотря на это, там, в этом фильме есть несколько гениальных моментов. И, конечно, вы видели этот фильм, и, конечно, вы понимаете, в каком моменте я говорю, это сцена с флейтой. Когда в одной интонации, в одной и не только вся сцена замечательная, но одну интонацию, я помню, сколько раз я видел этот фильм, столько раз, ну, просто какое-то волнение, какой-то душевный трепет настоящий. Это, помните, когда вдруг его интонация, вы можете расстроить меня, со мной играть на мне нельзя, и вот это, я не Костомухновский, и вот этот интонация, когда вдруг идет куда-то вниз, но играть на мне нельзя, вот это вот, вот это подолговатое продолжительное нельзя, в этом вы видите, да, вот перед вами гениальный актер, перед вами гениальный актер, который в одном моменте, в одной интонации открывает то, ради чего стоит ставить Гамлет, и ради чего браться за эту роль, вот эту очень русскую, очень старую тему, тему, ну, душевной незабисимости и несразимости скажем, свободного человека, русского интеллигента, на котором играть нельзя, он не дудка, вот, я был свидетелем триумфа, который этот фильм имел за рубежом, Кознецов довольно часто показывал его на каких-то шекспировских конгрессах, там, и шекспироведы ликовали, ликовали отчасти потому, что, ну, вот, говорение, вот же, как надо ставить Шекспира, без всяких модернистских искажений, там, режиссерских кивоков, вот, текст, который стоит во главе угла, верность тексту, вот вам урок, всякие осквернители шекспировского праха, и так далее, а потом, ну, а потом Гамлет моего поколения, то есть Гамлет Пасонского, и любимого, и, может быть, прежде всего, Гамлет Боровского, на котором много написано, и я об этом писал, и сколько раз я об этом рассказывал, и хочу только сказать, что да, это вот, это тот Гамлет, который во мне и во всех моих ровесниках, людях моего поколения, оставил, оставил очень глубокий душевный след, не только эстетический, но именно душевный след, жизненный след. Ну, я, я даже не знаю, стоит ли, скажу только вот о чем, что, что Высоцкий, что Высоцкий, что Высоцкий, а ладно, все-таки я вот о чем скажу, спектакль любимого, с этим знаменитым, гениально придуманным занавесом Боровского, Вы наверняка про него знаете, что там долго об этом вести речь, это было гениальное открытие, очень простое. Вот, это, это, это чудище, которое двигалось по всей сцене и, и спастись от этого грозного, чудовищного движения было невозможно, это стена из земли или паутина, которая, которая окутывала весь мир. Не только там, это не был политический спектакль, вернее, он политическую коллизию включал в коллизию Философского, поскольку Гамлету противостоял не только Дания и тюрьма, но смерть. это был, это был спектакль о противостоянии смерти, тех сил, которые эту смерть, смерть приводили в действие. И вот, и вот этот наступающий на людей, сметающий их в могилу, в небытие, смерть, занавес, который царил на сцене, и Гамлет, и противостоять этому, этой силе, противостоять этому, этому чудищу, этому безглазому чудовищу, этой стене из земли, этой смерти противостоять абсолютно невозможно и бессмысленно. Но в этом Гамлете в этом Гамлете, вопреки всей логике, вопреки всем взвешиваниям за и против про и контра, в этом Гамлете была святая ненависть. Ненависть может быть святой. Святая ненависть, которая душила его. И казалось, что его знакомая всем хрипота голоса, она именно того, что он захлебывается вот этой святой благородной ненавистью. И он бросался в сопротивление, он бросался, очертя голову. Это был русский бунт. Это была не европейская свобода, свобода, демократия, равноправие. Это была русская воля. Это была русская воля, волюшка, которую нес в своей душе, в своем искусстве и в своей поэзии Высоцкий. И это был бунт вопреки логике. Это был безнадежный бунт, в котором однако и заключалась надежда, которую он дарил нам. Ну, и так далее, и так далее. Короче говоря, да, это вот тот Гамлет, который остался на всю жизнь в нас. И еще об одном хочу сказать. О, Господи, я вас полтора часа воздержу, то вот только об одном хотелось бы дальше пойти, хотелось бы сказать о каких-то церемониях. Алексей Вадимович, мы не торопимся, мы не торопимся, не переживайте, вы на даче, у вас, посмотрите, какой за вами вид потрясающий, что вы продвижный, я попросил Алексея Вадимовича не закрывать дверь, нет, вот здесь, сзади у вас такая перспектива потрясающая, такой кадр, наслаждаемся, поэтому я бы хотел, если бы я мог повернуть камеру, наоборот, вы увидели бы лес, вот так, ладно, значит, да какой там лес, лес ты лес, а забор к соседям вон он, короче говоря, ну дача есть дача, короче говоря, конечно, Высоцкий сыграл в Гамлете такую абсолютную несомневающуюся и не порождающую сомнение правоту русского мятежа, русского бунта, бунта, ну, бунта небессмысленного, хотя и безнадежного, но и в правоте этого бунта спектакль ни малейших сомнений не порождал, спектакль, а в поэзии Высоцкого, у него есть, как вы знаете, несколько тварей, не посвященных Гамлету, в поэзии Высоцкого эти сомнения были высказаны, да еще как. Речь шла о праве на насилие, речь шла о праве на убийство. Помните, отфелия я смерти не приемлю, но я себя убийством уронял с тем, с кем я лег в одну и ту же землю, или я пролил кровь, как все. это то, что поэта Высоцкого, не актера Высоцкого в спектакле любимого, поэта Высоцкого и человека Высоцкого очевидно волновало. Кстати, как и Брука в своем его спектакле 55-го года со Скофилдом, который все мы видели и который очень большую роль сыграл в в жизни нашего театра, в его истории. Так вот, и был другой человек, которого наша тема занимала, и это был Тарковский. Тарковский, который на протяжении многих лет, как и Мерхольм, готовился поставить Гамлета в кино, а поставил в театре. В театре Ленинского Комсомола в конце 70-х годов. Пригласил очень хороших актеров. Гертруда у него играла. Господи, господи, сейчас вспомню. Значит, сейчас вдруг вылетело из головы одна из самых знаменитых актрис того времени, но только другого. Театр и кино, там, неважно, сейчас всплывет, ну, старый человек, что выходит, 80 лет. Значит, склероз есть склероз. Значит, вот, а роль Гамлета он дал тому актеру, замечательному киноактеру, который играл на нем Андрея Рублева, то есть Солоницыну. И это была ошибка, как мне оказалось. Оказалось, что та почти неподвижная маска лица Андрея Рублева, за которой все мы чувствовали какую-то трагическую, сложнейшую глубину, в театре вдруг эта маска, за этой маской не оказалось ничего сколько-нибудь содержательного. Но дело даже не в этом, а дело в смысле, который Тарковский хотел вложить в этот спектакль, который можно было бы сформулировать формулы «несудимы, да не судите будете». Гамлет может быть судьей, но быть палачом он не имеет права. И то, что он эту грань переступает, заключает в себе вину. Вот это вполне религиозное, вполне христианское. Это был именно религиозный по смыслу спектакль. Он был неудачен, но смысл его был, скажем, высокой благородием. Тарковский придумал замечательный финал. И в этом финале, может быть, смысл его спектакля открывался совершенно совершенно ясный ясный статей. Когда приходил Фортенбрас, когда Фортенбрас произносил свой последний финальный монолог, когда на сцене, значит, на таком помосте, который был и постелью, в которой Клавдия с Гетрудой лежали, и та постель, значит, где была сцена Гамлета с матерью, и это была могила Офелии, и так далее, и так далее. И вот на этом помосте, в центре сцены лежали все убиты. И Гильденстерен с Розенкранцем, и Полонии мертвые, и Офелия мертвая, и, естественно, Лаэрт, и Клавдия с Гертрудой. И вот, когда Фортенбрас произносил свою последнюю реплику, на которой пьеса кончается, на сцене вдруг Горацио что-то такое восклицало, что-то вроде «Смотрите!» И сцена погружалась в такую зыбкую полутьму, такую мерцающую, загадочную, странную полутьму по ту сторону жизни, по эту сторону смерти. И тогда, да, и вы, и тогда Гамлет, или, вернее, силуэт Гамлета, поскольку сцена была погружена в тьму, и только задник был более-менее светел. И вот на фоне этого задника вы видели, как поднимается, медленно поднимается Гамлет и начинает одного за другим жестом просьбы о прощении. Одного за другим им убитых или тех косвенным биновникам смерти которых вроде Офелии он оказался. да, и начинает, да, и бережно прощение прося. А он обнимал их и выводил их в сцене одного за другим. И это была последняя точка спектакля. вот, и это была кстати, и это было довольно существенно для того, чтобы понять смысл того, что в 70-е годы в интерпретации классики, и не только интерпретации классики происходило. Тогда же ведь в 76-м кажется году Эфрос поставил Отелло и между Гамлетом Любимого и Отелло у Эфроса было очень важное несходство, которое диктовалось не только тем, что это два чуть ли не противоположных театральных гения, но и может быть различием содержания разных десятилетий. Гамлет Любимого это создание рубежа 60-х, 70-х годов. Это Гамлет, это Гамлет, говорящий от имени того поколения, для которого в один момент рухнули надежды 60-х годов. Они рухнули отчасти под звуками грохота танков, которые вошли в Чехословакию. Это был последний удар. И вот в Гамлете на Таганке полном отчаянии и чувстве бессмысленности борьбы и необходимости борьбы для людей особых, избранных, как Гамлет, или как те восемь человек, которые вышли на Красную площадь, протестуя против вторжения в Чехословакии. 70-е годы были другими и о другом. Одна из тем 70-х годов это была тема «Они были сами виноваты? А в поисках тех, кто виноват?» не стоит ли нам обратиться к самим себе? И вот в каком-то смысле отелло Эфроса был поставлен об этом, потому что у него отелло такой совсем не африканский негр и не арабский красавец, два варианта, возможно, толкования этого персонажа. А такой как бы такой тихий интеллигент в очках его играл Волк. И суть была в том, что он об этом сам Эфрос говорил и писал о том, что суть была в том, что этот отелло никак не мог поверить в то, что его можно любить. Никак не мог поверить в то, в саму возможность счастья. И он только и ждал, что его предадут. Он только и ждал, что это мир счастья, в котором он оказался, рухнет. И он этим ожиданием как бы накликал на себя. Как только ягод начинал капать, отелло испытывал даже некоторые облегчения. Ну вот, ну вот оно началось. Короче говоря, короче говоря, смысл того, что Тарковский вкладывал в Гамлетте, был так или иначе вот этой теме, не сами ли мы виноваты, так или иначе с этим был связан. Вот. Потом, потом, и да, тут я много чего пропускаю. Гамлетов было сам навалом с тех пор включая довольно занятные, вроде Покинского спектакля. Но я хочу два слова сказать еще об одном, еще о двух спектаклях, и на этом нашу сильно затянувшуюся, мою сильно затянувшуюся речь закончить. два спектакля, Додина и Бетусова. Два Гамлера, Додин и Бетусова. Я помню, что когда я очень люблю Додина и ставлю его как режиссер и как театрального мыслителя, ставлю, ну, очень-очень-очень высоко, едва ли не выше всех прочих. вот. Кстати, похвастаюсь, похвастаюсь, он мне показывал вот эту книжку, всю полную закладочек. Дело в том, что она вышла как раз когда он начинал репетировать Гамлета. Это в качестве хвостовства. Значит, потому что на самом деле для нашего брата театроведа самое важное это не оценка коллег. Нет, оценка коллег конечно важна, но когда тебе актер или режиссер говорит, что какой-то смысл в твоей, в моей, в нашей работе практически смысл есть, то это как бы, ну, это не просто приятно, но это что называется оправдание службы. Ну вот, так вот, я помню, пришел на премьеру, да, премьер была Гамлета Додина, и к программке там полагал волоса такой напечатанный очень аккуратно типографский текст, довольно большой текст прилежащий Перу самого режиссера. И это был текст не столько о Гамлете, даже просто не о Гамлете, а это было рассуждение об эпохе Возрождения, смысл которого был в том, что эпоха Возрождения это совсем не то царство гармонии и такой значит, гуманистической идиллии, как нас учили в школе и в институте, что это чудовищная, жестокая, кровавая, обогренная кровью эпоха и люди эпохи, ну, вот примерно на эту тему довольно длинное, довольно длинное рассуждение. Я думаю, к чему бы это? И тут же это объяснилось. Додин пожалуй, первым, насколько я знаю, радикальнейшим образом переоценил человеческую сущность Гамлета. Гамлета как человек, как герой, как персонаж. У него Гамлет человек вот этой самой кровавой эпохи. У него Гамлет это человек, который бестрепетно, хладнокровно шагает по трупам и для которого единственная и заветная цель это власть. и для него и убийство полония и прочие и прочие и прочие моменты, когда он льет чужую кровь, ровно никаких угрызений совести, никаких сомнений за собой не влечет. Тем более, что Гамлет играл там сам хорошо известный вам замечательный актер, но актер, но актер, ну который как раз как правило в себе вот этот сам сгусток такой мощной энергии заключает. Вспомните, вспомните, как Козловский грандиозно сыграл Лопахина и последнюю сцену Лопахина, когда, ну, и так далее. Вы, наверное, видели его «Вишневый сад». На сцене было, сценография спектакля представляла собой следующее. На сцене было какое-то странно недостроенное здание. такие полотнища, которыми обычно закрывают стройки, сверху свяживались. Строительные металлические леса, которые перекрещивали сцену. Время от времени на сцену выходили рабочие, рабочие сцены, они же рабочие на этой стройке, и выносили какой-то очередной деревянный квадратный щит, которым заполняли какие-то, значит, заранее приготовленные квадратные отверстия в полу. Отверстия, которые потом оказывались еще и могилами, в одно из этих отверстий бросалось и убивало себя Гертруда в финале. И это была могила Афелии и так далее, и так далее. Что, собственно, строили? Строили тюрьму. Строили Бидас, я тебе перезвоню пока, у меня лекция, ладно? Все, есть, привет, Соленос. Значит, строили тюрьму или что-то в этом роде. надежды не малейшей. Никакой душевной опоры для нас, для публики в этом Гамлете не заключалось. Это мир крови и безнадежности. Значит, то есть традиционная, казалось бы, традиционная русская оценка Гамлета, если только можно, а в отче чашу это мимо пронеси. Уж какой тут Христос? Это даже и не Пилат. Стало быть, традиционная русская оценка Гамлета, традиционное русское преклонение пред этой фигурой, было словно радикальным образом отвергнуто и переоценено. Вероятно, под начиском сегодняшних впечатлений от нашего мира, нашей жизни и нас самих. Но! И вот в этом вся суть делом, в этом спектакле заключалось отчаяние, боль, гамлетовское отчаяние и гамлетовская боль. Только она была растворена в теле, плоти, материи самого во спектакле. Это была вселенная глазами Гамлета, потерявшего всякую надежду. Поэтому в каком-то высшем смысле русская традиция сохранялась. Русская традиция гамлетовского отчаяния, гамлетовской боли, гамлетовской скорби, в которой может быть спасение и надежда, если то и другое когда-нибудь последует. И совсем два слова, буквально два слова об очень противоречивом, очень спутанном, очень неясном, для меня неясном, бутузском спектакле. Сказать, что я, что для меня понятна его логика, сказать, что я понимаю, как одна сцена связана с другой, как она вытекает из другой, честно говоря, я я бы затруднился. Тем не менее, в этом спектакле есть одно, по-моему, решающее свойство. И в этом отношении, я не знаю, сознательно или нет, скорее всего, бессознательно, этот спектакль, ну, там, несет в себе некоторые возражения Додинскому. По смыслу, по общему смыслу, это не соревнование двух режиссеров, повторяю, никаким образом это Бутусову в голову наверняка не приходило. Речь идет не о состязании режиссеров, а о двух разных взглядах на будущее России. Что-то я очень громко выразился, будущее России, ну, ладно, я к патетике склонен, как вы знаете, вот, значит, давайте поэтому мы этот градус слегка отпустим, и тем не менее, и тем не менее, значит, когда говорят о том, что опять Гамлет играет женщин, ах, кто же мне Сара Бернард? Это чушь собачья, во-первых, потому, что обычаи, когда Гамлет играет женщина, эта традиция тянется с 18 века, будет вам известно, никто только и, а в 20 веке и говорить нечего, не только Сара Бернард, в конце 19 впрочем, это Иаста Нильсон, А если говорить о недавних вещах, то это Алла Демидова, которая играла моноспектакль Гамлет, который для нее поставил ее тогдашний вечный режиссер Теодор Тарзополус, ну, и так далее, и так далее. Мне кажется, что для Бутусова совершенно несущественна эта самая гендерная сторона дела. что ну, что это за существо мужского или женского рода, этот Гамлет, гамлетин, которого играет эта самая замечательная Лаура. для ее мужской части есть Офелия в женском роде, для ее женской части ипостасии есть Офелия с устами, здоровенно малой Офелии. Не в этом дело. Это существо особого рода и особого вне гендерного, вне полового половой природы. Это в сущности говоря воплощение воплощение ну воплощение только вступающего в мир совсем юного существа. Со мной существа конечно слабого, конечно чувствует конечно оно он чувствует себя укрытым и спасенным только когда только когда папа берет этого мальчика девочку на руки и обнявши его несет. Вот тогда вот тогда и хорошо ему хорошо. Вот тогда он, она, оно преисполняется душевного покоя. Не в этом повторяю дело, но и все-таки в этой девочке, в этом мальчике вдруг обнаруживается неожиданная твердость. И у него, если помните, в спектакле есть одна замечательная сцена. Я все не мог понять, зачем начинать спектакль с этого телефонного разговора, когда по мобильнику кто-то звонит кому-то и спрашивает, слушайте, не помнишь, как там Гамлет умер? Странно, почему мобильник, почему, почему что за разговор? Казалось бы, по логике, там, нормальный рестерский, если ты начал с телефонного разговора, то и кончай спектакль этим, там, закольцовывая его. А тут этого ничего нет. И это сделано сознательно. И в конце спектакля идет одна сцена, которая на меня произвела самое сильное впечатление, мне кажется, в ней весь смысл. Ну, весь не вечный, смысл того, о чем идет речь. Когда помните этот Гамлет, этот Гамлетина, там, это хрупкое существо выходит на сцену и вытаскивает за собой, за ней тянется, чуть не за кулисы, до задника, огромный деревянный, деревянный, но, видно, тяжеленный меч, который она крепко держит за рукоятку, но поднять она его не может. И все-таки она этот меч волочит за собой. и когда до нее доносят приказ или просьбу Клавдия об этой дуэли с Лаэртом, в последний момент, если помните, такое, сжимая этот меч, который она поднять не может и все-таки не выпускает его из рук. Она стоит, она, но он стоит в центре сцены, а вокруг него делает долгие круги, бегает Горацио и говорит, вы не будете сражаться, вы не будете сражаться, вы не будете сражаться. А Гамлет, глядя в зал, прямо нам надо говорить, буду, буду, вы не будете, буду. И вот на этом буду, в котором неожиданная твердость кончается, по сути, говоря, спектакль, а дуэли с Лаэртом там нету, уж не говоря о Фортенбрасе, но и всей этой последней сцены нету, потому что для Бутусова, как я понимаю, вся суть в этом буду, в этом, в этой надежде, на то поколение, которое, которое, покидая стены московских школ, выходит на улицы. Опять же, это, наверное, дурацкая ассоциация, и все-таки, может быть, что-то вот в этом есть, и повторяю, последнее, что вот у меня от этого спектакля осталось, это ощущение, вот ощущение, ну, какого-то идущего из будущего света. Вот, боже мой, я говорил, сейчас сколько, два, я говорил, два часа, ужас, поэтому, вот тут я действительно ставлю, ставлю точку, и, может быть, если у вас еще не лопнуло терпение, вот, у вас есть вопросы, на которые я, может быть, способен коротко ответить, потому что я, в самом деле, вас совсем замучил, да и себя. Пока все собираются с силами, чтобы задать вопрос, потому что я так понимаю, что судя по тому количеству в чате сообщений, которых вы не видите, а я вижу... А, вижу, 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 24 не видите, да, 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 да. Может, там вопросы посмотреть, да? Нет, нет, там вопросов нет, там в основном, так сказать, восторги и благодарности, их много, их много, вы потом их почитаете, они замечательные. Я по... А как быть, лучше устно задавать, или... Ужно-ужно, конечно, ужно. Давайте тогда просто вот устно, Леша Клиянкин, давайте. Здравствуйте, Вадимович, спасибо вам огромное за лекцию. Вопрос у меня вот про эту первую версию перевода Пастернака для Мирхольда, Гамлета. Она где-то... Исчез звук. Значит, вопрос про первую версию. Вопрос, Алеш. Да, вопрос про первую версию перевода Пастернака для Мирхольда, Гамлета. То есть, она где-то доступна, вот вы рассказали. Объясняю, понял. Когда, когда, когда тот же Юр Бутусов ставил Гамлета во Мхате в 2005-м, по-моему, году, я ему этот перевод принес. Дело в том, что у меня сохранился, тогда сохранился, суфлёрский экземпляр спектакли, которые готовили в художественном театре. Справка и Пастернака, между прочим. Потом он сгорел, когда у меня пожар был на дачу, сгорел. Но, дело в том, что он опубликован. Он опубликован и даже два раза. Первый раз он был опубликован в журнале «Молодая гвардия» в 1940-м году, номер, по-моему, 6 или 8. Это первый вариант. Первый случай, а второй, лет 20, там он на... Вот я вам всё просто покажу, чтобы долго не... Вот есть такая книжка, которую несколько... Сейчас скажу, в каком году. В 2002-м, 18 лет назад. Там один очень симпатичный человек опубликовал. Здесь собраны разные версии Пастернакских переводов, включая ту, о которой я вам говорил. Я ему сам эту версию, поскольку тогда ещё пожара не было, я ему этот самый экземпляр и давал для сканирования. Вот здесь это есть. Значит, либо журнал «Молодая гвардия», либо вот эта книжка. Она называется «Гамлет Борис Пастернака. Версии и варианты перевода шахспирновской трагедии». Кстати, тут предисловие сына Пастернаки, Дени Борисовича, где он рассказывает всю эту историю создания перевода. Составление и подготовка текста такого Виталия Поплавского вот это он всё готовил. Вот. И это было издано в 2002 году. Вот, значит, я не знаю, есть ли эта книжка в ГИТИСе. Да, впрочем, сейчас это всё равно. Всё равно до ГИТИСа мы ещё не скоро наберёмся. Но вы знаете, я уверен, что она есть в интернете. Не книжка, а именно перевод. вот. Причём, причём, вот, дело в том, что, как я вам сказал, стенограмм Гамлет, репетиции Немировича опубликованы. И в этих репетициях время от времени на репетициях появлялся Борис Ильич Пастернак, и актёры наперебой просили его, а вы знаете, вот это место как-то неудобно произносить. Пастернак садился, тут же переделал, что вообще переводчикам не очень свойственно. Вот. Выносил он, оставлял. Да, и потом он стал усовершён, я сказал, усовершенствовал свой перевод, потому что в первом варианте ему казались какие-то грубые вещи. Там в самом деле Немирович Данченко прочитал и написал целый список вопросов и претензий. Ну, какие-то чрезмерности там были. Например, например, у Шекспира в конце «Быть или не быть», как вы помните, Гамлет говорит, «Офелия у нимфа», да, «Помяни меня в своих святых молитвах». Офелия у нимфа. А у Пастернака в первом варианте он говорил «Офелия от рада». Гамлет пишет что-то боярское, что-то странное. «Офелия от рада». Вот. Там таких вещей довольно много и отчасти эта правка-то была, может быть, и правильной. И всё-таки и всё-таки атмосфера, обкутывающая этот перевод, она, надо сказать, замечательная. Так вот, я говорю, что я дал Бутусову это и он чуть-чуть использовал, наверное, чуть-чуть. Он просто смешал разные переводы, но какие-то куски вот из этого Мерхольдовского варианта он использовал. Ну вот. Спасибо. есть ли ещё какое-то... Бедный, я вас замутил. Ещё какие-то вопросы. Да, да, бедный, конечно. Сидят замученные люди абсолютно. Ну, конечно. Куча замученных Барташевичем людей. А чего вы думаете? Конечно, конечно. Алексей Вадимович, поскольку... Сколько у меня жертв. Можно я маленький вопросик от себя задам, потому что это тема, которая... Ну вот мы всё время сейчас возвращаемся в связи с Гамлетом, возвращаемся всё время к Пастернаку, и я думаю, что недаром среди стихов к доктору Живаго первым стоит стихотворение Гамлета, и мне кажется, что, ну, поскольку я вообще этой темой очень болею и живу, я имею в виду пастернаковским романом, как вам кажется, есть ли переклички внутренние пастернаковские между Живаго и Гамлетом, вот этим русским интеллигентом? Конечно, конечно, прямые, но так, ну, так ведь не случайно как бы Живаго написал это стихотворение. Значит, и, кстати, такая забавная деталь. Как вы знаете, Петра Клюбимова начиналась с того, что Высоцкий выходил с гитарой и пел вот это самое стихотворение, значит, Гу затих, я вышел на подмостки и так далее, но он выкидывал оттуда одну страфу. Я люблю твой замысел упрямый и играть согласен эту роль, но сейчас идет другая драма и на этот раз меня уволят. И прямо переходил на продуманную значит, и вот интересно, почему он это выкидывал? Мне кажется, я понимаю, почему, потому что быть согласным играть роль, которую для него придумал кто-то другой, это совершенно не в духе этого Гаммета Высоцкого. и любить чей-то замысел, замысел какой-то вне его лежащий, замысел каких-то внешних управляющих управляющих миром сил, это не его. Его это бунт, его это одиночество. И это гениальная последняя строка. Вдруг такая простая, жизнь прожить, не поле перейти. Фарисейство, и вдруг жизнь прожить, не поле перейти. Такая грандиозная, какая простая. Кстати, почитайте писем. Вот в этой книжке есть переписка Пастернака и Ольги Фрейденберг, вот это самое его кузины и довольно близкого к нему человека духовного. Она в Питере, он в Москве. И вот есть переписка опубликованная, потрясающе интересная. Вот он там в этой переписке он описывает, что такое для него Гамлет. это грандиозное письмо. Вот. Так что конечно он чувствовал себя Гамлетом. Как и Желага, как и сам Гамлет, который чувствовал себя Христом, по крайней мере по по крайней мере вот по этой по этой русской традиции. Я наверное хочу подвести какой-то черточку. Вы знаете, да, я думаю, что если сейчас начнем, давайте мы договоримся с Алексеем Вадимовичем, Алексеем Вадимовичем, давайте мы с вами договоримся, что мы не ставим точку, а сделаем троеточие. А мы еще с вами встретимся. А кто нам мешает, да? Вот, я тоже считаю. Вообще в этой жизни мы сами пишем сценарий, правда ведь? Ну, это большой вопрос. Помните разговор Ешева и Пилата по поводу ниточки, на которой подвешиваемся. так что нет, нет, не мы подвешиваем эту ниточку. Хорошо, ладно, допустим, мы будем использовать те ниточки, которые висят рядом между нами. Алексей Вадимович, я от лица нашей аудитории вас очень благодарю, потому что вы можете посмотреть, какое количество здесь слов спасибо и благодарности вам, и они совершенно оправданы, потому что слушать вас абсолютное счастье, и это действительно, вы говорите, что вот там ну как бы самое главное как актеры и режиссеры сами в материал погружаются, а мы в общем, так сказать, скучные исследователи, им не нужны. Ну, я помню, как вы рассказывали, как Марк Анатольевич Захаров боялся вам показывать спектакли и трепетал перед вами. Ну, трепетал это слишком сильно сказано, но он мне сказал, как я боялся, но это он мне хотел приятное сделать, только и все выгодные. Я-то трепетал, когда мы с вами ездили на мой спектакль, летали в Таллин на мой спектакль, я прям трепетал, трепетал, и прямо выгодил. А я сидел сбоку от вас и все время поглядывал, ну что, Барташевич, не заснул еще? Нет? Ну ладно, еще вроде не спит. Замечательно. Я вам хочу сказать, Алексей Вадимович, ну это... Нет, нет, я не спал. Это и да, спасибо. Поддержались, это было понятно. Вы знаете, я должен сказать, что это, ну, это правда, это так, что я не ставлю себя совсем рядом ни с кем, очень скромно, мне кажется, я скромный человек, к себе отношусь скромно, но все, что я делаю, связанного с Шекспиром, это безусловно, это безусловно, это вы. Потому что это не то, что вы, как сказать, я, ну, что ли, стою на этом, а наоборот, я лечу за вами. Потому что вы какое-то даете, вы такое прочерчиваете какую-то траекторию в небе, что за ней не угонишься. И хочется найти какие-то адекватные способы выражения того, о чем вы нам рассказывали, и о чем вы нам рассказываете. И я каждый раз, слушая вас, и сейчас слушая вас, я совершенно становлюсь студентом, школером, и думаю, черт возьми, как бы сделать Гамлету так, чтобы Барташевич сказал, ну, вот, не стыдно. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо большое. И пардон, что так сильно, сильно затянул. но тема такая. Не знаю, о чем вы говорите, но неважно. Допустим, вы затянули. Хорошо. Алексей Вадимов, да, погода наладилась, вы можете прогуляться, или у вас дождь? Нет, дождика нет, но гулять-то у нас надо с осторожностью, могут замести. О, ну тогда аккуратно. Маска, перчатки. Маска, да. Обязательно, обязательно. Я всех тоже. Трагическая маска, я бы сказал. Да, да, трагическая маска сегодняшнего времени. Большое всем спасибо. Огромное спасибо, Алексей Вадимович. Мы вас ждем на нашей площадке еще раз. Может быть, мы придумаем какую-то еще тему для разговора, и уже больше, может быть, будет вопросов, которые... Вопросов, вопросов. Я каждый раз собираюсь. А мы с этого начнем. А давайте мы сделаем такую встречу. Вот давайте мы сделаем такую встречу. Ничего не будете рассказывать. Вы просто... Я сижу тут в компьютер, и привет. И будете отвечать на наши вопросы. Просто мы придем с порохом вопросов. Вообще обо всем, о чем только можно. И будем вас задавать. Все, супер. Давайте. Все, мы готовимся. Мы готовимся. Счастливо. Счастливо. Главное вам спасибо. До свидания всем. До свидания. Всего доброго!